Пол Джордж. Разочарование, экспрессия, восхищение, ненависть, любовь и предвзятость. Так просто и так сумбурно можно описать масштаб личности игрока Пола Клифтона Энтони Джорджа. Устраивайтесь поудобнее, сегодня будет интересно, во всяком случае я на это очень сильно надеюсь. А перед началом самого выпуска я все-таки попрошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк и давайте какую-нибудь отметочку в 500 лайкосиков мы с вами точно можем пройти. И все, теперь расслабить свои булочки, налить чаек, кофеек, энергетик и все. Мы погружаемся. Свою профессиональную карьеру Пол Джордж начинал непосредственно в первых классах старшей школы. Иначе говоря, как любят добавлять соусы и некие изюминки своими повествованиями авторы, начал играть поздно. Это не значит, что Пол Джордж пришел прям обмороком в школьную команду, отнюдь. Джордж поигрывал в детстве на площадках, просто его процесс обуздания талантов в умения не был структурирован тренерской мыслью. Палмдейл, Калифорния и уже здесь второгодка Пол Джордж играет в одной команде с выпускниками-старшеклассниками. Смена кадра, мотор, поехали. Турнир ААЮ, аналог баскетбольной любительской лиги США с привкусом чего-то профессионального. Антракт, занавес, конец школьной карьеры в ранге лучшего игрока своей команды, но это довольно важный факт, далеко не лучшего игрока своей страны. Во всяком случае, по оценке скаутов. Тут также стоит заметить, что играл Пол Джордж не в Оххилл. Его школа не есть альмаматор ведущих баскетболистов лиги. Играл он где-то в районе гимназии номер один в соседней улице. Скауты вынуждены были обратить на него внимание, а катализатором сие события стал уже вышеупомянутый вновь турнир ААЮ. Где он играл бок о бок с топовым на тот момент школьником Джру Олядэ. Титул MVP золотой лиги Калифорнии среди школьных команд и 23 плюс 11 подборов в среднем за игру в год выпускника. Выдав Пол Джорджа, которому позже прикрепится довольно много разнообразных прозвищ. Три звезды на рекруте, что автоматически означает, что если ты вдруг не бил Гейтс, то Кентукки тебя точно не позовут к себе в программу. Что ж, они и не позвали. Даже среди калифорнийских школьников он находился лишь в конце списка топ-20. Тогда куда выше котировались такие персоналии, как тот же Джру Олядэ и тот же, например, Демар Дерозен, с которыми судьба не раз его сведет в NBA. Тем не менее, Пол Джордж на руках имел предложение довольно престижного для баскетбола университета Джорджтаун. Однако лишь один колледж был готов гарантировать ПГ место в стартовой пятерке и статус Примадонны. Речь про калифорнийский Фресно. Здесь я все-таки сделаю отступление и скажу, что если его старшая школа — это гимназия номер один на соседней улице, то Фресно — это пристройка к этой гимназии, откуда выпускает первоклассных электриков в баскетбольной индустрии. То есть это даже не Тир-2, и очень сомнительно, что Тир-3. Команда лишь дважды в 21 веке участвовала в главном турнире NCAA, но есть нюанс. Этим нюансом является Джерри Тарканиан. Про Джерри довольно многое можно сказать, но это вряд ли заинтересует вас на просторах русскоязычного Ютуба в качестве отдельного ролика, так что пока Ютуб убивает нас алгоритмами, так давайте сделаем это здесь. Достаточно будет просто упомянуть о том факте, что имя Тарканиан введено в баскетбольный зал славы Джеймса Нейсмита, будучи культовым на просторах США и университетским тренером, всю свою карьеру конфликтовавшись с влиянием и давлением NCAA на команды Тир-2 уровня, за что, кстати, впоследствии получит компенсацию размером 2,5 миллиона долларов, к тому он также год проработал в NBA в качестве хейт-коуча Сан-Антонио Спёрс. Но по факту, правда, залезет туда всего на 20 матчей, сумев быстро не сойтись и поссориться с управленцами франшизы. Считается, что именно Тарканин является одним из родоначальников плейбуков по трехочковой попытке, но второй игрок подобного калибра в истории Фресна – это Пол Джордж. Два года выступления во Фресну убедили скаутов в том, что все серьезно, ты не понимаешь. Несмотря на то, что Пол де-факто играл лишь в турнирах конференции, то на конец второго года обучения ни у кого уже не возникало сомнений, что Джордж уйдет лотерейным пиком. Основной акцент делали на «А» – атлетизм, «Б» – трехочковый бросок, ибо Пол Джордж бросал много, «В» – защитные качества, «Г» – умение разыгрывать, ну и, собственно, «Д» уже не было. Я даже где-то нашел очерк одного из каутов, который заявил «Пол Джордж хоть и играл в сомнительном уровне в университете, но станет лучшим игроком своего класса». И для тех, кто начинал следить за NBA в 2010 году, а то и ранее, этот факт не казался каким-то байтом на комментарии. Потихоньку росло понимание, что перед нами игрок уникального, не побоюсь этого слова, калибра, но, как в известном анекдоте, повторю, был свой нюанс. Индиана начала десятых годов – это Фрэнк Вогель, который сменит на посту главного тренера команды Джимми Убрайана после четырех лет неуспешных попыток вывести команду в плей-офф NBA. Это молодые Талер Хенсбро и Рой Хиберт, и это, конечно же, праймовый Дэнни Грейнджер. Тот самый Дэнни – мать его травмы Грейнджер. На драфте 2010 года команда пикнула Пол Джорджа, хотя, со слов инсайдеров, команда была близка к обмену того же Дэнни Грейнджера за пак из Дэвина Хэрриса и третий пик в лице Деррика Фейворца. Так сильно пейсерс хотели видеть Деррика в своих редутах. По скриптам – это не последний их драфт-мисс матч, начало десятых, вкрасно про него мы еще поговорим. Я обожаю детали, прям действительно кайфую, когда нахожу такие пересечения, но НЭЦ в итоге выменяют схожий пак из Дэвина Хэрриса и Фейворца ровно через один сезон, отдав довесок два пика первого раунда, они получат за них праймового, как им казалось Дэрона Уильямса. На деле же за год НЭЦ хоть первый раз и отскочили с Грейнджером, но вторая пуля отрикошетила им точно в голову. Билли Кинг в те годы творил вещи, а Дэрон не стал спешл-ваном. Но это уже, опять же, другой материал. Продолжаем! Первый сезон. Пол Джордж на позиции двойки. Да-да, если вы вдруг пропустили, то Джордж был атакующим защитником в первые сезоны своей карьеры. Выход плей-офф – вылет от Чикаго Булл с Деррика Роуза. Пол недавно в своем подкасте, кстати, вспоминал ту серию. Это было довольно забавно. Заявив, что его поставили играть в защите по Роузу, и это было ужасно. Уже в следующем году Джордж отправился на Слэм Данг Контест в качестве одного из главных молодых талантов лиги, которые тогда продвигали те ценности, что были в нем. В поле Джорджа он умел в Данге, он умел в трешке, он умел в защиту. 2013 год. Прорывной для Пола. Травма Дэнни Грейнджера отодвинула границу нереальности, доведя цифры до 19 очков в среднем за вечер и собрав почти элитный статлайн 19.75 по сезону, Пол Джордж получает награду MIP и впервые доводит Индиану до Леброна Джеймса. Извините, но эти шутки всегда будут актуальны. В общем и целом доводит до финалов конференции впервые со времен прайм Джеремейна Унилла и Рона Артеста и проигрывает Леброну. 3-4. В последней игре Джордж реализовал лишь два броска из девяти. Плей-офф Пи? Скажете вы. Нет. Все-таки еще рано. Сезон 2014 выдался не менее успешным. Джордж закрепился уже в статусе звезды лиги. Впервые в карьере вывесил линейку из 20 очков. По итогам регулярки второй год к ряду попал во вторую символическую пятерку, что стало на тот момент довольно важным событием. Чуть ниже поговорим об этом. И впервые в карьере оформил первую защитную символику. В историческом контексте это был последний сезон Индианы времен Пола Джорджа, когда они претендовали на что-то очень высокое. Это был по совместительству также лучший сезон в карьере 23-летнего Лэнса Стивенсона. Это был один из последних постпраймов и добротных сезонов Дэвида Веста. Это был один из последних вменяемых сезонов Роя Хиберта. Здесь был прайм Джорджа Хилла, который за три года до этих событий выменили на Кавай Ленарда. О чем многие потом жалели. Это была последняя Индиана, которая проходила дальше первого раунда плей-офф NBA. Та самая NBA, тот самый плей-офф, который два года до этого забирали Майами Хитли Бруно Джеймса. Первый раунд, первый посев против восьмого. Атланта в роли андердога навязала такую борьбу, что плакать хотелось многим фанатам Индианы. Много решилась в четвертой встрече, где Индиана была в шаге от того, чтобы возвращаться домой с 1-3, однако 2-2. И тот самый решающий момент серии, когда в шестой встрече попаданиями Джеффа Тига за 3-20 до конца Атланта вела плюс 5, но Ди Вест тогда делал разницу и в соло затащил команду на паритет. А потом и во второй раунд против Вашингтон Уизердс, молодых Брэдли Билла и Джона Волла. Но тот матчап оказался куда легче по итогу. И, конечно же, Майами. Парам-пам-пам, если что, то притча, что Пол Джорджет клиент Леброна Джеймса не совсем прям выдумана из ниоткуда. Третий год к ряду Индиана остановилась здесь же. 2-4. Снова неровные игры в плей-офф от Пола Джорджа. Снова что-то не стыкуется с его образом почти суперзвезды. Но пятый матч серии при 1-3 на 37 очков, это, знаете, как любят говорить, было подтверждением фразы, что Пол Джордж has something special. Но всему этому special помешал не special контакт с Харденом на двусторонке сборной США тем же летом. Важнейший момент в карьере Пола Джорджа. Здесь могло все и закончиться. Открытый перелом обеих костей. Подписав контракт в сентябре 2013 года, Пол Джордж мог пойти так называемый тест Деррика Роуза, чтобы получить нестандартное продление на 5 лет на 30%. 5 на 30. Я думаю, что вы так или иначе слышали про правила Деррика Роуза. Так вот, его суть заключается в том, что ты якобы олицетворяешь свое поколение и можешь получить улучшенные от максимума условия по контракту при выполнении хотя бы одного из условий. Два раза скататься на матч всех звезд, получить награду MVP, отсюда как раз и правила Деррика, либо оформить две символические сборные. По завершении сезона 13-14 Пол Джордж стал вторым игроком на 5-30, Блэк Гриффин в итоге третьим. Коллективное соглашение 2017 года лишь чуть и видоизменило условия получения супермаксималки, но за этим мы уже следим куда более пристально. Все-таки то поколение не так сильно было готово отдавать пальму первенства молодым проспектам. В этом есть серьезное отличие от наших дней. Джордж был главным инициатором своего возвращения на паркет в сезоне 14-15, хотя изначально ему предрекали out for the season. И команда ударно завершила конец регулярки, однако по итогу которой не могли попасть в плей-офф. 5 побед и 1 поражение. Я довольно хорошо помню тот камбэк, потому что точно смотрел на Пола. Он уходил со скамейки, пытался найти ритм, но было видно, что здесь может быть синдром Аладипа, как позже начнут называть игроков, которые стали бомжами после травмы. Дабы не держать вас в интриге, я думаю, что вы уже понимаете. Джордж в 2014 не закончился. В сезоне 15-16 он 5 матчей полихорадил на старте регулярки и разбросался, сходу взяв игрока месяца на востоке. Однако после чемпионата Индиана влетела в Демаре. Вы скажете Кэрол, я скажу Дерозно. Вы скажете, хорошо шутишь, я скажу, что никто не ошибся. Оба были тогда в стартовой пятерке Торонто Рэпторс. Серия завершилась тотальным разгромом в седьмом матче, и был четвертый четверти. Воггель и компания горели минус 14. Компания, кстати, была фееричной. Здесь же и Монте Элис на подлете не так давно подписался с Инди, чему никто особо рад не был. Ну и потихоньку наигрывался в ротации тот самый 19-летний Майлз Тернер. Сезон 2016-2017. Лэн Стивенсон вернулся, а Пол Джордж в плей-офф бросал так много, что 0-4 от Кливланда в первом раунде не заставили себя долго ждать. Несмотря на такую подводку, все четыре матча были проиграны с разницей от 1 до 6 очков. Но главный нокаут свершился в Индианаполисе, когда в третьем поединке подопечные на тот момент уже Нейта Макмиллана лидировали после большого перерыва 74-49. Но умудрились проиграть благодаря 28 очкам мистера Джеймса во второй 24-х минутке. Ряд неудачных менеджерских решений, желание следующим летом Полу Джорджу уйти в Лейкерс и довольно комфортный оффер заистекающего Джорджа в виде Аладипа и Сабониса. Отпустим детали сделки и ее наследия, но просто анонсируем переезд одного из, если не лучшего, на тот момент 2-way игрока в Оклахому в Сити Тандер через год после отъезда оттуда Кевина Дюрента, где команда была хоть и довольно симпатичная, но все же под руководством Билли Донована. Тогдашнее лето для фанатов Оклахомы вообще было шикарное. Напомню вам, что помимо Джорджа в сентябре команду пополнил Кармелла Энтони, о котором я упоминал, к слову, в недавнем ролике, а Андреа Роберсон еще не сломался и подписал контракт на 3 года и 30 миллионов долларов. Посреди сезона карьера Роберсона в целом в NBA оборвется, но это уже другая ветка ролика. В общем и целом, апсайд таланта состава, если можно так выразиться, прорывался изо всех щелей. Но наступил день Икс. Я думаю, что вы примерно понимаете, что прям в какой-то глобальный актив выступления Пола Джорджа в плей-офф на тот момент записать было попросту невозможно. Но день Икс это немного другое. Это день стычки с Джо Инглсом в рамках регулярного чемпионата. Сам Джо впоследствии утверждал, что биф с Джорджем был искусственно инициирован австралийцем. Он уничтожал меня в каждом владении, в нападении и защите. Я должен был хоть что-то сделать и подумал, что самый лучший импакт будет, если буду провоцировать его весь матч. Что ж, спровоцировал. В общем, дело было в регулярке, но по иронии судьбы в первом раунде плей-офф обновленные Сити Тандер с преимуществом домашней площадки вышли на серию против Джаз. И вот теперь отчетный момент начала плей-офф Пи. Первый матч. 36 набранных очков от Джорджа. На послематчевом интервью он едко заметил, что не видели ли вы здесь в плей-офф Пи? Видели, скажут критики, ведь уже через 12 дней вся Оклахома дружно отправилась на рыбалку. Да еще и как. 5 очков пола в решающем матче, 6 потерь, 5 промахов четвертой. Чтобы вы понимали, уровень непонимания. Вторая половина шестой игры – это Кармела Энтони с одной попыткой с игры. Они были обречены, несмотря на то, что Расти в тот вечер настрела почти полтос. Майбет. Это на 17 меньше, чем у тогдашнего Донавана Митчелла в второй половине. Беда, трагедия, печаль и еще раз беда. Сезон 2018-2019. Второй лучший в истории бойлера Ола Джорджа в NBA и определенно лучший в регулярном чемпионате. По итогам Онова Джордж вошел в тройку финалистов-кандидатов на MVP и забронировал за собой место в первой защитной сборной. И все было бы замечательно, если бы не одно «но». Это «но» преследовало недавно упоминавшегося мною Кармела Энтони, но также коснулось или коснется наследия Пола. Джорджа привыкли критиковать за его высказывания, но никто даже не вдается в подробности этих фраз. Оклахома без шансов проиграла Портланду в первом раунде, где шикарно было все. Все, но для хейтеров Джорджа. Он стал полноценным лидером атак и защиты Thunder в том сезоне. До 25 февраля 2019 года с ним на паркете Оклахома давало почти плюс 10 лет рейтинга. Но именно те три пропущенных поединка на стыке февраля и марта вынудили Джорджа лечь под нож, когда он перед предсезонным сбором прооперировал оба плеча. Сам же Джордж на пресс-конференции после первого матча постсизона заявил, что плечи не беспокоят, это больше про игровой ритм, но все посыпалось именно тогда. Посыпались метрики, посыпались проценты, посыпались показатели. Его легендарная фраза «это плохой бросок» так сильно затмила разум всех хейтеров, что они в целом не понимают математику подобных эпизодов. Подобного броска от Дэймена Лиларда. Не так давно в том же подкасте Джордж вновь повторил, что это безусловно был плохой бросок. Я посмотрел на табло, посмотрел на Дэйма, прыгнул заранее, заметил сайдстеп от Лилбоя и дальше просто смотрел. Я до сих пор уверен, что это плохой бросок. Но то, что Лилард мог это сделать, сомнений никаких. Он и еще один человек в лике. Оклахома пала. А хейт, несмотря на потрясающий пятая серия от самого Джорджа, был обращен лишь к одному игроку. И здесь даже не важно, что последний бросок на лидерство кинул Уэсбрук, а последнее попадание было зафиксировано именно у Джорджа. Важно лишь одно. Лилард на хайлайте, Пол Джордж на газлайте. Лето, операция, обмен клиперс на шае, галла, пять пиков и два свапа. Оклахома наконец-то официально начала подрачивать на приобретенные драфпики, а Джордж все-таки отправился в ЛА. Но не в тот ЛА, куда обещал. Но не грозился уйти до этого Индиане. Речь, конечно же, про клиперс. И тут второй тейк по иронии судьбы. Он оказался здесь с Кавайем. С тем самым, кого Индиана в мультивселенной вот Ив должна была выбрать на памятном для себя драфте, когда выменила Джорджа Хилла. Кавай, Джордж, выбранный на драфте Терренс Мэн и подписанный из Лейкерс и Вица Зубац. Летом 2019 года клиперс перезагрузились под титул. Лоб Сити не выгорел, но оставался еще один рудимент, которого уже не будет, к слову, через сезон. Речь, конечно же, про Дока Риверса. Бабл легендарная хуйня. Но честно, Джордж пропускал начало сезона, потихоньку вкатывался в регулярки, потом снова лазарет, снова вкатывался, перерыв на коронавирус, снова вкатывался и в итоге на скоростью 130 км в час въехал в бетонную стену имени ПГ-13%. Проигрывать серию с 1-3 во втором раунде это тоже в отчасти легендарная хуйня, но теперь уже касается исключительно Дока. Сказать, что Полтон смазал тренировочную подготовку, это ничего не сказать, однако все были в равных условиях, и хоть Джордж и пытался спихнуть все не на ту атмосферу, оправданий было мало. Сезон 20-21. Клипперс уже не такие фавориты. Кавай и ПГ с горем пополам отыграют по 50 игр за сезон и фиксируют за собой четвертый пассив. Мистер Кавай Ленард включает никому непонятный гатмод в плей-офф, но рвет кресты в четвертом матче серии, где Клипперс вроде как отыграли ран 2-0 от той же Юты в домашних матчах. 2-2. Я как сейчас помню, что примерно тогда же парусников где-то и захоронили рядом со Стейпл-центр, однако у Реджи и Пола на этот счет было другое мнение. Шестой матч. Матч пожиравшего говна Терренса Мэна. Ну а как это еще назвать? Тогда это никак не связывали с уходом Кавайа, но команда явно играла в какой-то неестественной для себя манере того сезона. Финал конференции. Феникс. Аризона. И тут я не хочу подробно останавливаться, ибо дело тут уже не раз. Я просто напомню, что во втором матче Клипперс были в шаге от победы, если бы не гейм-винер Эйтана, Джорс, если что, и испортил то только то, что сам и создал. Попадание на лидерство. Два смазанных штрафных. И рефлексия. По ИТ, то лично для меня казалось, что Джордж тогда играл на таких ультимативных подстройках, что даже страшно было наблюдать за его мускулами в каждом защитном владении. Защита. Атака. Копировать. Ставить. Повторить. Пол Джордж образца плей-офф 2021. Это, на мой взгляд, лучший 2-way игрок последнего десятилетия. Если даже вспоминать Прайм не до DPO Леброна и даже сравнивать с тем же КВМ Ленарда. У Джорджа есть такая особенность, и тут мы от текстуры и текста чуть отойдем, что он защищается всегда по тир-1. Он берет себе самых сложных матчаперов, опускается до поингардов, он играет по тем игрокам, которые представляют опасность на каждом участке владения. Это Пол Джордж. Пол лицо на критиков Содякович Джордж. Пол Джордж 7-11. Пол Джордж, который не отдыхает по гарбаш-защите. Антракт. Занавес. Аплодисменты. Сезон 21-22. Серьезная травма локтя. Операция. Возвращение. Коронавирус. Клиперс проигрывает плей-ин. Уже без него. Сезон 22-23. Джордж с микротравмами и луадами КВ подводит Клиперс с горем пополам к 4-5 строчке конференции. В довольно скомканном сезоне с непонятными решениями Тайрона Лью, определенный свет на который пролили лишь по его завершении. Но столкновения с Дортом он обойти не смог. Неоднозначный эпизод, где я точно нахожусь в области непонимания действий и намерения лу забрать тот подбор в атаке. Но именно этот эпизод хоронит Клиперс в самом своем основании. Травма, которая заставит нас еще больше задуматься о наследии Джорджа. О нем же мы говорим уже вне сюжетных рамок. Не буду скрывать, для меня Джордж является олицетворением чего-то такого, что я хотел бы видеть в прообразе своего любимого баскетболиста. Безусловно, и по тексту это чувствуется, пол мне невероятно импонирует. Постоянные стычки и сравнение с Джимми Баттлером, который годмоднулся в этом розыгрыше плей-офф, хотя до этого обсуждения еще были живы. Но тут надо заметить, у Джорджа просто не было главного. Не было шанса. Не было шанса, вы не подумайте, не пройти плей-офф со спаялистом под руку или же собрать вокруг себя хорошую команду, потому что как минимум хорошими командами являются те же Индианы и эти Клиперс. Ибо Окс так или иначе сбродя под вопросом. У него не было другого. Не было шанса удалить из своей карьеры травму. Причем это политравмизм. Не спина, два это или колени одна. В Джорджа тело трахнуло от основания до потолка. Невезение, предрасположенность, какие-то ошибки в тренировочном процессе и желание вернуться в быстрейный паркет. Тут я не берусь сказать, в чем основная причина. Но если мы говорим за короткий прайм Джорджа, то я могу обосновать все цифры, которые так или иначе свидетельствуют о том, что ПГ несовершенен. Тут понимаете базовая концепция. Лично мне нравятся истории с неизвестным концом. Для меня такая история это Пол Джордж без сборной США в 2014. Или же Клиперс без матча с Оклахомой. Или Пол Джордж без дренового шот-селектора, что в целом является его особенностью как скорора беспорядочной половой связи. Все это мы подводим под слово «если», что уже является огромной почвой для субъективизма, так что оставлю их для комментариев. В каком-то смысле даже немного иронично, что в тот самый сезон, когда Кавай сказал, что окей, я могу играть, Оклахома напомнила нам Тарасу Бульбу и заявила «Я тебя породил, я тебя и убью». Оклахома 2019 года породила нам сломленного на тот момент Пола Джорджа, который может обсуждаться как тир-1 исполнитель. Оклахома 2023 года, сама того не зная, убила Пола Джорджа, который, если и не тир-1 исполнитель, то был важнейшей частичкой тир-1 команды. Ему уже 33 года, закат карьеры с таким послужным списком травм близок как никогда. Я не исключаю, что год и все, уехали. Но то, что этот человек вызывает у меня чисто зрительское уважение, как настоящий спортсмен, который, несмотря ни на что, фигурирует где-то там наверху, где в целом уже по-хорошему и не должен быть. Потому что это все еще тот самый Пол Джорджа из Бич-колледжа, который возьмет себе праймового Дироуза в 20 лет и будет бегать за ним весь матч как грязное животное. Так и я буду бегать глазами по паркету в поисках Пола Джорджа до конца его карьеры. Ведь если с мячом будет играть, допустим, Лука Дончич, а Джордж играет за противоположную команду, то все, внимание сюда, дамы и господа. Пол будет дефать Словенца, потому что это Пол Джордж, и он пришел в лигу защищать то и защищаться так, как не делала ни одна суперзвезда NBA. Всем спасибо большое за просмотр данного выпуска. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока. Для вас вещал Антон Кузьмичев. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok